Приветствую вас. По общему правилу, человек чувствует апатию тогда, когда на него что-то давит. То есть вот есть какое-то давление, которое человек ощущает. Ну, некоторое давление, давление, которое человек чувствует по отношению к себе. Вот. И, соответственно, это давление, оно очень напрягает. Очень сильно напрягает. И вот только в том, что нужно поисследовать момент, связанный с тем, что составляет сердцевину вашего давления. То есть, что составляет сердцевину вот этой самой апатию, что на вас давит, что вас подавляет. Я думаю, что, поисследовав данный аспект, я думаю, что поисследовав причину побавленности вашей, можно будет говорить о том, что делать дальше. Совершенно точно можно сказать одно. Справляться с апатией не нужно. Потому что апатия это чувство, а чувство всегда имеет причины. Когда, допустим, ведет речь о справлении с апатией, ну и справлении вообще с любым чувством, то, как правило, имеется в виду момент, связанный с подавлением того или иного чувства. А это категорически нежелательно, потому что проблемы не решают. Вообще. Поэтому здесь вот такая история. Здесь такой момент. И я полагаю, что первое, на что я обратил бы ваше внимание, заключается как раз таки в том, что вы хотите справиться с апатией. Ну, хорошо. Допустим, вы это не исправите. А что вы, к примеру, себе дадите? То есть вы хотите сейчас, по факту, апатию у себя убрать. Но, что вы себе дадите взамен? Ведь это же невозможно что-то у себя взять и ничего себе не дать. Поэтому вопрос, который я хочу вам задать, заключается именно в этом. Вы хотите у себя что-то отнять, но не хотите ничего не дать. Какой, какой смысл? Какая у вас мотивация не быть в апатии, кроме только аргумента, что вам нужно что-то делать. Подумайте, подумайте, надо ответ на этот вопрос. Это, мне кажется, очень важная, ну, очень важная составляющая. Если вы хотите быть счастливы, если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, если вы хотите гармонии в отношениях с собой, с другими людьми. Понимаете? Понимаете? Каштук. Вот так. А на этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам поможет. Надеюсь, что мой ответ даст вам некое направление, то есть проследить за тем, что вас подавляет и выработать, по крайней мере, хотя бы выработать отношение к этой истории. Так вот, к тому, что вас подавляет, чтобы вы, ну, были в курсе. И дальше уже можно будет о чем-то говорить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом. До встречи субтитры! Продолжение следует...